Дорогие друзья, добрый день. Вас рады приветствовать Golden Time, международные фестивали и конкурсы. И у нас, как мы говорили, замечательный Марина О'Нелл Спенсер. Это наш замечательный почетный член жюри, который у нас в данный момент в Италии. Правильно я говорю? В Италии, да? Президент ЮНЕСКО и так далее. Марина, пожалуйста, расскажите о ваших замечательных людях, чего вы добились и кто вы есть на самом деле. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, нашим участникам. Ну, нехорошо себя расхваливать, но просто вкратце расскажу свою биографию. Я балерина, солистка балета. Закончила Академию Баганова в Санкт-Петербурге и потом работала в театрах. На театрах балета Бориса Эйкмана была солистка, а также солистка в Ларинском театре. Станцевала на многих мировых сценах международных, в Англии, в английском национальном балете. Организовала собственные школы, которые находятся в Италии, в Великобритании, в Лондоне и в Швейцарии. И вот совсем недавно меня инаугурировали на должность президента ЮНЕСКО. Лигурия, это итальянский регион, такой морской здесь. Ну, вот, впрочем, это вкратце, это сверхдостижение, скажем так. Помимо этого, являюсь почетным членом фестиваля «Болден Таймс», который организовывает Инесса Белла, Белая, и в Лондоне, а также в других странах и онлайн. Благодарю, Марина. Скажите, пожалуйста, вот вы часто оцениваете наших участников, которые проходят дистанционные конкурсы. Скажите, пожалуйста, какие ваши советы нашим участникам, чтобы видео было лучше, потому что сложно оценить работу, когда она снята, может быть, качественная или некачественная, на телефон иногда, и вы эти работы смотрите. Какой совет вы дадите? Скажите, пожалуйста. Ну, безусловно, конечно, тяжело оценивать работы, когда качество съемки не очень хорошее издалека, или не видишь эмоции деток, не видишь эмоции участников конкурса, танцоров. Иногда даже подача самой работы выглядит важнее, чем качество работы, скажем так. То есть это очень важно. Также, когда живопись, искусство, съемку, предоставляйте картину свою, постарайтесь как-то это предложить более в интересной обертке, скажем так. То есть под музыку или с разных ракурсов, не просто плоско, наезд и отъезд, да. Потому что очень тяжело, иногда не виден свет, не виден, какие-то моменты не видны. То есть насчет хореографии. Вот для участников хореографических конкурсов хотелось бы посоветовать. Если дети не очень подготовленные, нет у них там, безусловно, какой-то гигантской растяжки или физических данных. Бывает, новички только начали заниматься, или, ну, не данного, долго надо растягиваться и так далее. Можно поставить интересные драматические моменты, обработать это с помощью предметов. Можно использовать какие-то для маленьких игрушки, предметы, декорации, кусочки декорации. То есть вот представьте, как вы смотрите фильм, чтобы это было интересно не только профессиональному члену жюри, но и просто обывателю, любителю, который там пришел и смотрит ваш номер. Это очень важно. Потом хочется видеть какие-то идеи в номерах. То есть даже не просто вот кусок хореографии, пришла хореография, тогда надо настолько иметь четкую технику, чтобы это просто была ода хореографии, скажем так, когда надо уже и ноги поднимать, и прыгать, и вертеться, и чтобы там пальцевая техника была превосходная. Если же этого нету, то действительно надо придумывать какую-то драму, какой-то интерес, чтобы заманить зрителя, чтобы у нас осталось еще. Вы представляете, вот мы просматриваем столько работ, да, за день, столько, вот я являюсь членом жюри, огромное количество конкурсов. Просмотришь, не запоминаешь, что все проходит перед лицом, перед глазами. Там должен быть какой-то шарм, какой-то акцент. Чтобы запоминал, да? Да, да. Чтобы человек запоминал вас, ваш коллектив или ваше сольное выступление. То есть, ну так, в принципе, и в вокале, для вокалистов. Нужно выделяться, правильно, да, да, да. Я поняла, очень спасибо за совет. Марина, я знаю, что у вас будет в Италии проходить конкурс, очень интересный фестиваль. Да, там, где вы, спасибо за приглашение, где мы будем почетными членами тоже жюри. Да, мы вас приглашаем, обязательно ждем, ждем. Расскажите, пожалуйста, где будет проходить фестиваль? Что за фестиваль будет проходить? Могут ли туда поехать вокалисты? Могут ли туда поехать танцоры? Что именно там будет? Да, фестиваль будет проходить в пятый раз в этом году. И в июле месяце с 5 по 8 июля. Это Портофина, Рапало. Городок небольшой такой, типа Сент-Рапе французского, скажем так. Провинции Генуя. То есть лететь надо или до Генуи, или до Милана. Международные члены жюри, есть вокалисты, есть академический вокал, фоксовый вокал, фольклор, есть фольклорный вокал, фольклорные танцы, все виды танцев, соответственно, и инструменталисты. Программа будет интересная, насыщенная, с мастер-классами, звезд для скала, также из наших стран, зарубежья, звездами, которые будут представлять Большой театр, или Английский национальный балет, балетный театр, оперный балетный театр. То есть очень интересная такая коллаборация состава жюри. Также команды уже заявок очень много на участие. У нас разных стран, даже подтвердили из Японии у нас участие, что большая редкость для фестиваля. Китай пока не планирует приезжать? Кто не планирует? Китай пока не планирует приезжать? Китай нет, но я думаю, у них там свои проблем assure it. Поэтому, конечно, очень жаль Китай нам. Сколько дней будет? Сколько дней будет? Надеюсь, что все нормально, что у нас это все не объявится, и нас обойдет. Да-да, дай бог, дай бог. Скажите, Марин, в сколько дней планируется фестиваль? В сколько дней планируется фестиваль, początku, который будет? Фестиваль будет с 5 по 8, там интенсивные два дня, 6-7, с галоконцертом в театре, с VIP, гостями с прессой, с телевидением. То есть это все интересно, тоже такой площадка ЮНЕСКО. И достаточно интенсивная программа, помимо этого дети могут участвовать в мастер-классах, как я и говорила, и получить сертификаты международного образца за участие в мастер-классах. Очень хорошо. Спасибо. Так что мы уже собираемся. Друзья, ссылочку по поводу этого замечательного конкурса-фестиваля мы оставим в фейсбуке внизу, так что можете переходить, смотреть, подписывать заявки и поспешите, потому что стоит быть, мы тоже будем. Так что спасибо за приглашение. Марин, мы хотели тоже пригласить еще раз вас на третий международный фестиваль, который пройдет в Лондоне, который будет 4 октября. Так что приглашаем тоже вас, ваших детей, замечательных, со всех ваших школ. Обязательно. У вас фестиваль проходит на высоком уровне. У вас всегда нам очень нравится, потому что все очень четко. Это один из фестивалей, где, знаете, я хочу сказать вам огромное спасибо, как организатору, за то, что у вас все очень четко, минута в минуту, секунду в секунду, все обещания выполнены всегда, все гарантии выполнены, все сделано. То есть все такое вот прям, знаете, как у нас говорят, английская пунктуальность. Вот у вас прям на уровне английской пунктуальность, потому что у вас проходят всегда отчеты. Поэтому мы обязательно будем с радостью, это я вам подтверждаю. Благодарю. Мы тоже будем у вас. И тоже, друзья, давайте быстрее заполняйте свои заявочки. И надо побеждать, научить, и нужно вкладывать в своих детей талант. Еще хотела сказать, Марин, вы огромная молодец. И то, что вы президент ЮНЕСКО, очень приятно нам, что вы выделили нашего участника. Это Марина Жишко, которая должна привести вам картину. Я думаю, это может быть и будет летом, но вы потом согласуете этот момент, когда. Я знаю, чтобы родили ребеночка, мы вас поздравляем. Мы с Киньей, так что здоровья мамочки и дитю вашему девочке. Так что будем смотреть и ждать от вас Лебединое озеро. Обязательно. Спасибо. Так что, друзья, участвуйте. Да, по поводу Марины. Марин, по поводу Жишко, Натальи, два слова. Как вы увидели картины и как вам это все понравилось? Ну, смотрите, как член жюри я ее оценивала в качестве участницы вашего фестиваля Golden Times. Очень мне понравились ее работы. Я предложила сделать выставку, в общем-то. На самом деле, мы сейчас думаем, находимся в моменте обсуждения, сейчас решаем, какие работы вы ставили на этой линейке. Одна художник очень яркий, неординарный, у нее очень хорошо получается. Животные, птицы в особенности. Вот. Прям такие запоминающиеся работы. И было предложение, мы связались с вами, соответственно, через вас вышли на участников конкурса. И я думаю, что у нас все получится. Единственное, что я хотела сказать, что, наверное, это будет не летом, а в декабре. У нас в декабре планируется другое большое событие в Генуе, более центральный город, в театре Корте. Там будет именно конгресс ЮНЕСКО. И в рамках конгресса, чтобы больше людей просмотрело ее работы. Потому что ее работы не связаны, в принципе, с танцем особо. Но это будет очень здорово, если в фойе ее работы будут выставлены. Конечно. То есть как раз это будет в декабрю. А в декабре уже даты там у нас стоят. 11-12 декабря. Поэтому я думаю, что выставка будет в рамках конгресса ЮНЕСКО. Это будет здорово. Марина, спасибо вам огромное. Что бы вы хотели пожелать вашим участникам на завершение нашей беседы, в принципе? Ну, участникам, это очень важно, что участники занимаются именно искусством. Потому что искусство, это, знаете, такая интересная стеза, это такое интересное. Это не только хобби, это же выливает потом в профессию. Вот хотелось бы пожелать, чтобы... Потому что иногда люди работают на работе, им не нравится их работа. А здесь это каждодневный праздник, каждодневный праздник. Настолько это все интересно, что... Поэтому вот и мои дети этим занимаются. То есть это неважно, какой вид искусства. То есть это очень здорово, что дети этим и взрослые этим занимаются, что мы это продолжаем. Что это не войны, не какие-то там вирусы, не какие-то... Построение позитивности в мире, построение позитивной точки. И дальнейшая какая-то возможность вырасти. Этим же можно заниматься даже на старости лет, в принципе. То есть всю жизнь ты занимаешься святым, скажем так. И участникам я бы хотела пожелать, чтобы им это приносило удовольствие. Это самое главное. Не боль, а удовольствие, понимаете. И даже проигрыш – это победа, потому что ты продолжаешь этим заниматься, ты учишься, ты где-то в чем-то... Ну, конечно, хотелось бы пожелать побед всем. Поэтому желаю побед, желаю легкого творчества и удовольствия. Удовольствия в вашем выборе и удовольствия в вашей жизни. Благодарю, родная. Друзья, участники, спасибо огромное, что вы нас смотрели. Спасибо вам огромное. Ну и следите, да, за нами видео будет размещено везде. В Инстаграме, в Фейсбуке и в Ютубе. И на страничке тоже нашего президента ЮНЕСКО, Евгену, которая... Марина, спасибо вам огромное. Все развивайте. Огромное. До свидания. До свидания, дорогая. И, друзья, до свидания. Следите, участвуйте. Ну, мы с вами.